здравствуйте рыбаки и рыбачки вот продается такие корма и для дальнего заброса как видите вот они стоят стоили 44 гривен но это недорого смотрите вот сюда забрасываются каша привязок закрывается потом забрасывается и она должна когда опускается воду удариться и открыться но это не всегда так бывает бывает что не открывается в общем короче говоря проблем хватает очень хорошая снасть для прикормки на дальней дистанции но я вам покажу как сделать элементарную за копейку своими руками спасибо еще моя будет работать безотказно увидите и вот ребята сказав а говорю б вот это моя снасть для дальней прикормки рыбы берете находите подобную есть они разного размера разные фирмы делают для кефира вот такие вот бутылочки продаются именно с такой ручкой надо брать почему потому что в такой ручке мы приклеить крепим вот кусочек свинца на проволоке видите тут его делаем жестко чтобы она переворачивалась когда попадет в воду а теперь дальше что мы здесь делаем мы вырезаем есть отверстие 10 сантиметров и на всю эту ширину вот такое вот у нас получается дальше для того чтобы использовать вот всю эту нашу снасть так сказать это наше приспособление нам нужно открутить вот эту вот крышечку что у нас это дает когда мы будем тянуть воздух то есть вода извините проходит и выдавливает сюда мы загружаем кашу пшеницу вареную ну всякие другие прикормки на которые вы собираетесь приманить рыбу и вот такая вот у нас штуковина получается теперь я вам сейчас покажу на примере не буду сюда кашу кидать не собираюсь идти на рыбалку и просто вам покажу как она будет работать воде и сам принцип чтобы вы поняли для этого я сюда вот сейчас я просто закрою крышечкой так и сюда вместо каши я ребята загружу вот орешки орешки вот так вот я сюда их просто покидаю это считайте что я прикормку сюда кидаю вот так вот я это дело заполняю все и потом покажу и вот ребята вот так у нас получается наш кормак заполненной прикормочной кашей или пшеницей уже говорил и вот в таком вот выглядел у нас есть теперь что нам надо делать у нас мы можем привязать это все вот эту вот саму головку мы привязываем сюда просто мы делаем петельку на конце лески вот и эту петельку надеваем на горлышко затягиваем вот просто затянули дальше перед забросом нашей прикормки мы обязательно откручиваем нашу крышечку а теперь я покажу как она будет работать в воде как я говорил для заброса можете использовать спиннинг другие приспособления можно сделать вот такую палочку выручалочку здесь намотана леска видите и когда вы забрасываете тут по принципу без инерционной катушки она будет работать вот она легко отсюда сматывается леска просто вы забрасываете и она вот летит без всякого сопротивления поняли ну и вот я вам показываю смотрите мы забрасываем вот это дело воду вот я сейчас показываю конкретно мы кидаем она летит у нас и попадает воду вот так переворачивается она ваша каша начинает высыпаться ну тут еще работает открытая вот эта наша пробка когда мы тянем она начинает вымывать все что находится в нашей кормушке и и тут шарики видите она не тонет а я когда тут каша она все идет ко дну вот это вот наша конструкция она идет ко дну а шарики плавают и они поэтому держат а так она идет по дну и все вымывается когда мы тянем очень простая конструкция за копейку вы купили кефир выпили кефир взяли эту бутылочку не выбросили а сделали себе вот такое приспособление очень удобная очень практичная и не надо никакие там деньги тратить между прочим готова вроде дешево в других магазинах такая же фиговина прикормка вот это вот для дальнего заброса она стоит гораздо дороже поэтому ребята спасибо за просмотр пользуйтесь делайте ловите успешно рыбу и всегда будете словом спасибо за просмотр до встречи в эфире